всем привет дорогие друзья продолжаем мы проходить так нам надо напоминаю спасти эдварда я думаю заставочка подойдет здесь какая-нибудь напоминаю включая эту нам осталось еще трейси 4 включая это тиши тиши 3 миссии тратил 4 миссии я сейчас закончится самец от эмиссии не надо меня успокаивать я врач и понимаю что мне осталось недолго пробитая легкая сломанные ребра внутренние кровотечения как точно я диагноз поставил что утки зашло они избивали чтобы добиться признания какого джебри макалум напал на меня в пембрукской больнице он убежден что мы с вами вызвали эпидемию скали не думал что этот фанатичный поборник чистоты такой глупый что с ним стало я отпустил его вопреки его ожидания в самом деле вы уверены что это мудрое решение да покажет самое интересное в его обвинение было то что мы с вами слуги какого-то древнего вампира уильяма маршала меня пытали требую признаться в этой же чуши я верю вам эдгар но стражи привина явно что-то знают вы о чем об уильяме маршале например вы говорите так будто знаете его откуда джонатан я не готов к еще одному допросу зачем видеть нас в эпидемии почему стражи привина думают что эпидемию вампиров начали мы может из-за нашей профессии или потому что я укрыл вас в своей больнице ну в принципе да что вам известно об уильяме маршале немного он вошел в историю как величайший рыцарь всех времен бессмертные считают его настоящей легендой почему сразу же привина на нем помешано почему стражи привина так на нем помешаны он единственный древний вампир выживший в 1854 во время устроенной ими великой охоты стражи считают его демоном который однажды вернется откуда такая известность чем он заслужил такую известность не могу сказать у братства и петрахили святого павла почти нет сведения о нем известно лишь что он считается старейшим вампиром британии мы должны кое-что объяснить я только что прочел записи макалум об эпидемии мне кажется вы должны кое-что объяснить мне нечего скрывать джонатан совсем ничего настоящее имя дорис флэчер нет боюсь что нет ее настоящее имя дорис джонс она дочь харри джонс чтобы хотите от меня услышать джонатана помните харри джонс и мы подозревали шона хэмптона в убийстве харри джонс эта история ужаснула всех нас гарри джонс инсценировала свою смерть я нашел ее в канализации и она призналась что хотела отомстить всем за случившиеся эта женщина была озлоблена переполнена ненавистью и гневом дорис флетчер зараза заразилась в нашей больнице дорис флетчер приходила к своей матери в пемброгскую больницу так она и заразилась первый раз об этом слышу мисс флетчер навещала больных всего раз больше я ничего не знаю нет эдгар это не все дорис флетчер дочь харри джонс у них были одни и те же симптомы слепая ненависть и физическая трансформация какое отношение это печально в принципе да они были похожи вы знаете где знаете где мы театр дорис флетчер место где это омерзительное создание срежиссировала распространение эпидемии по лондону мисс флетчер я видел лишь однажды когда она зашла в больницу как вы говорите навестить свою мать она оказалась вот именно из-за болезни она стала злобной и мстительной как ее мать как и все другие зараженные такие симптомы есть у нескольких заболеваний например у бешенства да уж в нем точно нет ничего загадочного вы не видели связи на уже неужели вы не видите связи эпидемии родство дорис и харри подозревание макалума с чего бы я не видел харри джонс с тех пор как она сбежала из больницы дорис и харри это не просто родственницы они обе разносили эпидемию и обе были в пембрукской больнице это не может быть совпадением я ничего не понимаю я просто лечил харри кровью вампира я никого не хотел заразить никому не желал что вы делали гулял тоже сейчас шоке я не помню этого чтобы изучить ее целебные свойства я просто хотел найти лекарства от инфлюенции чью кровь мы используем маршала мою я переливал ей человеческую кровь чтобы удалить ее голод и и взял образцы крови вы дали ее кровь кори джонс эдгар это же подло вы предали двух пациенток одновременно я совершил ошибку все ученые идут к открытиям путем проб и ошибок часть он правда какое жалкое оправдание вашей одержимости и чистолюбие на части он правда все ученые приходят к третьим иногда через проб и ошибки но это бляха муха это пипец эдгар и был тем кто я не знаю пусть лучше немного пострадает перед смертью потому что но он как бы и сделал вот все что случилось в лондоне я понимаю что может он не специально может быть да но он причастен к тысячам смертей так что я выбираю вот это судите меня не судите но я выберу вот этот пусть помучается эдгар скоро вы умрете вряд ли это справедливо но отчасти вы заслужили такую смерть мне больно это слышать от друга джонатан а у меня больно слышать то что ты причастен к тысячам смертей как только я увидел думаете о своих последствиях всегда любят сразу понял что нас ждут великие свершения я понимаю но что он пока вы не подняли крест вы выглядели таким потерянным когда открыли теперь я умнее хотите убить мы оба были напуганы теперь я боюсь по-настоящему я понимаю после смерти что станет со мной когда я умру доктор никто не знает не могу сказать доктор сводси или поздно жизнь всех предает серьезно ребят я считаю я сделал правильный выбор судите не судите но я сделал правильный выбор поговорить с леди эшбри подсказка не сработало какая можно пожалуйста узнать информация просто ну серьезно там есть просто немного другие либо я как я понимаю я ему дам к ну как бы сделал вампиром либо же я облегчил страдание и убью либо же вот как раз пусть помучается перед смертью я лично считаю что это ну вот лично для меня это правильно потому что он должен понимать и почувствовать всю ответственность за то что он натворил да может он не хотел этого ну всякое бывает да но ответственность должна быть в любом случае за любые последствия то что ты натворил и сейчас он да он тут может еще не умер да он еще живой голова там движется что хотя бы он перед смертью подумать что он натворил весь лондон одержим эпидемий сотни может десятки сотен погибают и просто из-за того что он да он может хотел помочь я понимаю это все прекрасно но сами понимаете что такое что он натворил просто исцелить но это я не знаю это как надо постараться чтобы искупить такую вину я понимаю что может быть если бы я его пощадил бы там ну знаете сделал бы вампира может быть и он бы сделал бы лекарство от этой болезни может быть но давайте будем реалистами что он сейчас получает по заслугам отчасти да если бы не избили он мог бы жить дальше это я понимаю здесь сейчас сделано так что в ходе сюжета и я принимаю вот свой выбор который я сейчас сделал я понимаю может он плохой может он какой-то аморальный или еще чего-то но я я сделал выбор и я от него не отказываюсь он получит по заслугам просто ну серьезно я не знаю как можно еще вот такое обсуждать потому что ну он заслужил да может он умрет но хотя бы я не при ну как бы к этому не буду относиться что ну когда я к этому не отношусь он пожимает свои плоды так что ладно на я напоминаю что у нас в этой голове будет две или два квеста как обычно говорят нет не пойму куда мне все понятно в лидеешь были бляхам муфта написано я не замечаю это личный патрон будет храниться в тайнике хорошо так что ну я не знаю стал разносчицей болезни когда эдгар дал ей кровь вампира нужно рассказать элизабет как бы судите не судите но я считаю я сделал правильно все закрыли на этом тему ну так на 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 так это мне вот сюда серьезно я не понимаю так ну я надеюсь что мы закончим где-то буквально за 2 серии вот это и следующее все и потом я расскажу свое мнение об этой игре и расскажу в принципе что мне понравилось что нет и как бы в этом духе как бы это будет уже в конце личный дневник и оперный театр там длится дневника то написал молодец где-то мая 1913 года сегодня вечером мы с матерью пошли в из энд навестить больных я уже я давно уже не была в этой жалкой части города и меня невероятно тронула шума моя мать разговаривает с этим бедняками и как их слушает она в самом деле пытается изменить что-то к лучшему и помочь им ну и еще она убила одного из них это произошло так быстро что я даже не заметила как она исчезла а когда появилась то видела чрезмерно живой и энергичный я сразу поменяла поняла в чем дело она лишила человека жизни а я ничего не заметила мы вернулись домой не сказав друг другу ни слова если я когда-нибудь стану такой как она то не буду питаться кровью умерших я буду убивать преступников где бы они не находили ну не прятались они находились ладно так дальше 13 сентября 1914 года сегодня когда я вела агитацию за право голоса для женщин двое мужчин напали на меня в темном переулке я изо всех сил стала звать на помощь как и учила меня мать не знаю чем бы все закончил если бы какой-то солдат не приказал им оставить меня в покое затем он проводил меня до дома и затем поцеловал я отказалась с ним целоваться он ничего не сказал и ушел вся эта история так меня расстроила что когда мать вечером проснулась я все еще плакал я все я рассказала и она прижала меня груди а потом мы пошли в театр смотреть новую пьесу дорис флетчер дорис флетчер кажется я немного разочарована тем что мать не про поспешила посчитать с моими обидчиками если бы я была бы вампиром то не стала бы проявлять такое милосердие но поэтому то лучше ну что мать твоя твоя лучше чем ты пятна ну возможно я не знаю тут уже кому как у кого как все кто как вырос 15 сентября 1914 года вчера вечером мать снова отказалась сделать меня смертной и из-за этого этого мы поссорились я напомнил ей ту историю с двумя мужчинами и сказала что все бы закончится по-другому если бы у меня было бы оружие если бы я была бы такой как она в ответ она просто улыбнулась и сказала чтобы быть частью мира значит быть бесстрашный смотреть ему в лицо я не уверен что правильно поняла ее но эти слова сводят меня с ума посреди ночи я отправилась к эмили и провела у нее весь день может мне пора покинуть дом матери и какая мили жить самостоятельно я люблю мать но меня так зли то что она отказывается говорить о май о моем происхождении 15 февраля 1915 года я испытываю грусть и радостные волнения одновременно ведь сегодня я навсегда покинул этот дом мать разрешила мне поселиться в отдельной квартире в сэнди если только она будет недалеко от нее и ее дома мне пришлось пообещать ей что я буду очень осторожно я сказала как сильно ее люблю и она ты ответила что гордится мной теперь я понимаю она просто хочет чтобы я была такой же сильный и независимы как она если честно то я очень благодарна ей за то чему она меня научила она сделала меня такой как я есть а сегодня я должна решить как жить дальше чтобы я не выбрала это будет мое решение я знаю одно если когда-нибудь я захочу стать бессмертный то не стану обращаться к своей матери ведь это моя жизнь я сама отвечу отвечаю за свои поступки садик молодец сушками проблем на двери посмотрите вниз перебатайте поймете так где дорогая наша заперта так дракула мой моей моей музе леди эшберри в жизни есть мои свет и вы света в равных которому нет брэмброкер 4 августа 1897 дракула интересно что привело вас на этот раз джонатан рассказать правду боюсь что у меня плохие новости элизабет очень плохие говорите же я отбил эдгара у людей маккалума можно за него не беспокоиться где теперь наш друг он не пострадал он был смертельно ранен я положил конец его страданиям это ужасно джонатан наверняка вы сделали что должно бедный эдгар элизабет в эпидемии скале виноват доктор свонси по его вине эпидемия охватила лондон что вы уверены на страшнейшее обвинение он сознался ему хотелось найти лекарство от болезни создать его из крови вампиров и победить эпидемию к несчастью он вызвал катастрофу столько людей погибло как он мог что произошло он перепутала нормы морали вот это я считаю правильным эдгар приступил нормы морали возможно его теория верна но проверяя ее он злоупотреблял доверием своих пациентов должна сказать я потрясена джонатан кто бы мог подумать бедный пациент дайте подумать им было харриа джонс да это объясняет как заразилась дорис флетчер и как она стала и хором она тайно навестила свою мать в больнице значит у нас нет выбора джонатан нельзя терять ни секунды нам нужно вернуться в канализацию и остановить бедную харри я хочу сообщить вам еще кое-что харри джонс была разносчица и заразы но вы знаете кто такие здоровые носители во что он пугает меня джонатан что вы хотите сказать эдгар переливал харри джонс твою кровь что нет нет не может быть ты в порядке мне нужно идти оставьте меня мол тут ее можно пожать город джонатан спасите то что еще можно спасти от меня клянусь я никогда не была твоим врагом но он был 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 подготовиться к бою с кошмаром собрать ингредиенты для противоядия получить каплю крови выложим маршала у рэд грейва получить каплю крови короля артура у джеффри маккалом а искать инсулин старом морге в пенбургской больнице так это я чо уже получается 2 за это еще 1 прикиньте но бляха-муха но пошли почему мы не можем также через окно выйти ну ладно не можем так не можем так трагедия кровавой ночи после великой охоты вышел лишая горстка наших одним из них был я я помню как внезапно нападение застало нас расплох за несколько ночей пролились реки крови некоторые вы же выжившие бежали страны я никогда ни в чем не виню но мне жаль что им не хватило стойкости мы должны быть храбрыми чтобы защищать интерес империи наши собственные воззрения мы должны помнить что были маршал ни перед кем несколько склонял головы пусть моего великого создателя уже давно нет с нами но мы все еще ощущаем его присутствие и храним на несколько капель его святой крови она напоминает нам о том как мы она как кто мы о наших идеала чести чистоты и совершенствия мне как потомку рыцаря и его другу неоднократно выпадала честь беседовать с создателем она рассказывала мне о слезах ангелов все священном напитке который утолил нашу же вечную жажду он попросил что что по-прежнему ищет этот артефакт хотя и не уверен в его существовании я восхищался его мужеством именно такое просто и стойкая вера в то что выше нас поможет нам пережить любую великую охоту аскалон всегда будем возражаться ибо он совершенен закон аскалона лорда грейв создатель круг бля он самый будет сложный то блять к лордер и грейву и тем я не знаю давайте первым к лордер от грейву сбегом потому что надо в ее который пил маршал самая сложная я понимаю сейчас может битва на ставится ну блин с лордом но это поэтому я туда еду самое сложное сколько патрон у меня на дробовике ты мне скажи джон там так что я готов к битве так я уж а я блядь в клапе в желтый у кого найти чисто как не у уильяма маршалла лоб дурат грейву придется поделиться со мной получается нам надо в сзади как-то обойди сейчас будет тяжелым я не помню как я в прошлый раз это проходил потому что ну реально вот это я уже не помню эту если прошлое я что-то еще помню вот это я вообще упор не помню сейчас битва готовы я не для скалона я персона чтобы поговорить с лордом рэд грейвом придется что-то придумать с 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 Да ёперный театр, да я ударю тебя Так, ты надоел уже, ну серьёзно, братюня Братюня Я не знаю, как тебя ещё наслась Мудаков Так, давай успокойся Да ёперный театр, успокойся, я до кого сказал И вот как мне быть, когда он 35-го, я 25-го Вот как? Вот что с разработчиками? Я бы хотел бы их, тосы, окунуть в эту игру замечательную Сказать, вот что это за дерьмо? Вот ты зачем ты это сделал? Думаешь, это смешно? Да блядь! Я думаю, короче, вот так вот Да-да, я перезаряжусь, ну ты реально бесит Я сейчас просто прибью его, нахер, он не доел Он даже перезарядиться не даёт Да я плеваться на это, блядь, из-за этого Вот говно Вот что ты со мной делаешь? Что? Что? Да-да, я перезаряжусь-то Так, ребят, я уже минут 10 последних я, короче, вам возьму, обрежу Реально просто это не босс Но он не даёт нормально его законтрить Вот серьёзно Я тут уже дофига, блядь, пытался, блядь Вы понимали, я всю кровь сейчас израсходовал, чтобы восстановить себе здоровье Обычное, бляхомуха, здоровье Говно А сейчас если ещё и другой появится, ну это всё, это габела Давайте в Уильяма Маршалла, вот Найти Ред Грейва Ну давайте, чтобы он боссом не был, пожалуйста На, вот он Добрый вечер, лорд Ред Грейв Что вы здесь делаете, предатель? Эта дерзость будет стоить вам жизни Впигали я предателя Не спорить, лорд Ред Грейв Я могу побороть эпидемию, но для этого мне нужна ваша помощь Прекрасно, мы ещё держимся Но хаос нужно прекратить как можно скорее Скажите, что вам нужно? Кровь Уильяма Маршалла Кровь Уильяма Маршалла? Моего создателя? Вы в своём уме? Это же чистейшая кровь в мире Мой создатель подарил мне её на поле боя Давай без этого Прекратите этот фарс Маршалл не был вашим создателем Не знаю, откуда у вас его кровь, но она нужна мне Что ж, раз так Думаю, ситуация обязывает меня отдать вам каплю этой крови Благодарю вас, милорд Если вы спасёте город То докажете, что вы настоящий слуга короны Добрый путь, доктор Рид Наша судьба в ваших руках Клуб Асхалл он с ассоциацией джентльменов Которые стремятся в тайне охранять тайну короны Я основал этот клуб в 1837 году Чтобы отдать дань уважения своему создателю Уильяму Машу Первому графу Бербургской Истинной защитнику Англии Все члены клуба должны быть из хорошей семьи И обладать безупречными моральными качествами Поскольку членами клуба могут стать смертные Которые тщательно изучают и оценивают Прежде чем предложить им бессмертие То целью клуба является поддерживание Респектабельных традиций И норм поведения добопорядочного вампирского общества А также сохранение и усиление гигиемомии Англии в мире Мы истинная элита британского общества Мы Аскалон Копье святого Георгия Который этот защитник Англии убил дракона Мы Сами Копьеносцы Поэтому Клянемся защищать интересы империи Законность колонна Лорд Редгрейв Основатель клуба Окей Пойдемте Осталось две точки И пойдемте в пенетбургскую больницу Я думаю Логично Логично Продолжаем проходить Ну как-то вот так вот лучше пройтись Я прав В принципе да Если Макалум в самом деле Бил кровь короля Артура Значит я знаю Где здесь еще один важный грядин Да, да, хорошо Бля, еще опять с Макалумом драться Пожалуйста Не надо Добрый вечер Охотник на вампиров Ты пришел Прикончить меня Кровосос Нет Я так просто Не дамся Перестаньте Макалум Мне нужна Ваша помощь Неужели Я заинтригован Продолжай Мне нужна Кровь короля Кровь Артура Я уверен Что она у вас есть И я должен Ее получить Самая священная Драгоценная Реликвия стражей И зачем тебе А Ты нашел Мемуары Маршала Зря я их не уничтожил Макалум Мне нужно Противоядие Чтобы спасти город Я готов Поверить Что ты говоришь Правду Но мне нужно Узнать больше Что ты собираешься делать Я должен Остановить кошмар Макалум Я нашел Переносчицу болезни Источник инфекции Я применю Любой научный метод И любые Сверхъестественные силы Лишь бы Остановить эпидемию Доктор вампир Видит бог Шутка Это создание Жонатан Эмми Вам не кажется Ли он тоже стал Вомпиром С самого начала Мы хотели Одинненький Побороть эпидемию Вампиризма Быть может Мы правда Не враги Ладно Бери Другого спасителя У города Нет По факту Броклят Если обманул Меня доктор Да капитан Мы можем еще поговорить Спасибо Мы можем поговорить еще Что ж Почему бы и нет Зачем вы здесь Что вы тут делаете Здесь похоронен тот Кто воспитал меня После жестокого убийства Моих родителей Ваших родителей убили Вампира Ваших родителей убили вампиры Да Даже хуже Мой отец вернулся В Дублин вампиром И перегрыз горло Моей матери Воу Воу Вот это Бляха-муха Подробность Кем был этот человек Карл Эдрич Бывший глава стражей Он убил моего отца У меня на глазах Научил убивать кровососов И помог выследить Моего брата Юэна Что теперь будет Со стражами Привина Вы прекратите Великую охоту Да А мы и дальше Будем охранять Невинных людей От зверей Вроде тебя И твоей рыжей подружки Меня Я у тебя в долгу За сохраненную жизнь После боя Но это не навсегда Я не трус В отличие от парней Из братства И давно вы знаете Про леди Эшбери Что вы с ней сделаете Где она Мы видели тебя с ней Вот и заинтересовались Но она исчезла Информаторы сообщили Что она продала Несколько картин И куда-то уехала Ну ладно Назад Адьо Охотник на вампиров До встречи Кровопийца Но он уже Два прикола Делает Да Так Дальше нам Куда Знаете там На место А ну тут рядом Смотрите Нам тут пройтись Совсем шуть Разработчики Наверное Специально делают Тут как он создаёт Эти маркеры Зачем он создаёт Самое смешное А не Диалога уже нету Тут буквально Рядышком Заметил меня Себя защити Сначала Чтобы потом Говорить Он мой Ой Ладно Я не это хотел Хочется Крови Смесь Похоже Стабильно Теперь Вот и всё Теперь нужно Найти Гарри Канализат Дай ты Как бы туда Бежать далеко Давайте я вам Короче Это обрежу Чтобы это всё Вышло нам В эту серию Так что давайте Я пока Ставлю всё На паузу И вернусь Вам Буквально Через секунду Что Продолжаем Ребята Ну я дошёл Пойду Пойду В этот кабинет Его Который Находится Справа Вроде бы Да Вот тут Прям Я вам скажу Если честно Я вот сейчас Пробегал Доки И это Просто Район Настолько Скатился Я вот Я даже Не знаю Тут показано Насколько Это А Враждебно Вообще Прикиньте Здесь Вот Пропавший Гражданин Просто Настолько Мои действия Повлияли Что мне Блять Тошно От самого Себя Что я Не продолжил Им помогать Но и в то время Вы сами Понимаете Что Блях Это Настолько Долго Уныло Что я Не знаю Тем более Это сделано Так по дебильному Что Вам надо Ещё и прокачиваться Во первых А это Не получится Без того Чтобы вы Не поспали Я Не знаю Зачем Такое Сделали Потому что Это вы Знаете Вы сделали Что-то доброе Всё Хорошее И пошли Прокачиваться И на следующий день На следующую ночь Опять Всё Ужасно Просто Опять У кого-то Там Игрень Ещё Чё-то И вам Каждый раз Надо Это Всё Крафтить Вы Вы понимаете Насколько Это Долго Кропотливая Работа Шея Ну Просто Нет слов Вот На свой Страх И риск Всё Разгромлено Их Просто Перебили Привен Нет Это Не их Почерк Ну Это Харрит Куда Подевалась Харрит Я Наверняка Сумею Её Выслеврить Ну В принципе Всё А чё Вы Слежит Меня Ещё Опять С ней Биться А она Там Ещё В 40 Улю У меня Бляха Муха В принципе Да Тут Район Я бы Не сказал Что Шибко Какой Опасный Но Всё равно Ёберный Театр Остан Остановись Сын мой Ты Ещё Не Готов Наконец-то А я Всё Думал Когда Ты Появишься Отойди Говорить Нам Не О чем Опомнись Неподготовленным Ты не Оголись Чудовище Которое Вырвалось На Свободу Я Не Пропущу Тебя Ладно Только Не Говори Загадками Хватит С меня Таинственных Песен И Пророчеств Я Задаю Вопросы А ты Отвечаешь Суть Моих Слов Прозрачна Как Ключевая Вода Но Ты Не Желаешь Пить Слушать Учиться Почему Ты Выбрал Меня Почему Ты Выбрал Меня Только Ты Мог Найти Современное Научное Средство Против Древней Таинственной Угрозы Современное Средство Какое Современное Средство Ты Знаешь Все О том Как Распространяется Болезнь Загрязнения И Заражения Только Такой Как Ты Может Спасти Страну Древнюю Угрозу Расскажи Мне Об Этой Древней Угрозе Кровь Ненависти Воплощение Гнева Богини Когда Она Просыпается Рождается Кошмар Ибо Она И Есть Голод И Гнев Кровь Ты Выглядишь На Самом Деле Не Понимаю Я Есть Таков Ты Состоишь Из Крови Кровь Ты Состоишь Из Крови Это Снова Какая То Загадка Почему Я Не Состоюсь Крови Я И Есть Кровь Кровь Это Я Как Было С Рождение И Так Будет Вечно Кто Ты На Самом Деле Кто Ты На Самом Деле Назови Своё Имя Я Твой Создатель Я Слугал И Богиня И Защитник Этой Страны Меня Много Имя Назови Хотя Б Одно Некоторые Зовут Меня Мердиан Уилтом Диким Рогатым Человеком Мердиан Человеком Я Никогда Не Был Кровь Дала Кто Такой Мердиан Это Как бы Вам Сказать Это Мерлин Да Вот Такой Поворотик Но Тут Уже Че Таить Я Уже Просто Если Кто Захочет Может Загуглить Его Имя И Это Реально Мерлин Просто Тупо Мерлин Тот Самый Я Должен Помешать Харри Джонс Я Должен Помешать Харри Джонс Она Разносит Инфекцию От Нее Расползается Это Скверно Понимаю И предостерегаю Тебя Харри Джонс Лишнулась Разума Она Несет Смерть Всему Живому Кровь Ненависти Породила Ее И затмила Ее Взор Что такое Кровь Ненависти Это Проклятие Богини Твой Голод Жажда Крови Желание Убивать Смерть 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 В лицо Всевышнего Расскажи мне об этом кошмаре Я знаю, что он уже нападал на Лондон в 1666 году Кошмар Это чистая ярость Рожденная в Краине Кошмары Выявляются Когда Наша Королева Обрушивает На мир Свой Гнев Кто это Королева Она Такая Она Алая Богиня Королева Крови Когда Я был Молод Сто Поколений Назад Ее Называли Морриган Ей Поклонялись Морриган Даже Неожиданно Кельтская Богиня Войны Ты Вздумал Шутки Шутить У Ничего Но еще Если верить Сказкам То Она Ведьма Если Так То Еще Судить Она Была То Лит Сводной Сестрой Мерлин Я Похозная История Но Вроде Бо В История Сказана Еще И так Что Она Была Сводной Сестрой Мерлина Может Я Конечно Что Путаю Может Что Знаете Уже Потерял Смех Подсознание Моей Памяти Значит Кошмар Но Что Вроде Это Был Случайно Когда Проявляется Болезнь Которая Спит В Крови Вампиров Это Современное Толкование Рождение Кошмара И Проще И Сложнее Одновременно Тогда Расскажи Как Ты Это Толкуешь Кошмар Есть Воле Нашей Королевы Когда Богине Угодно Пройти По Планете Она Принимает Эту Ужасную Форму Я Только Хочу Знать Как Побороть Эпидемию Чтобы Совершить Этот Подвиг Ты Должен Защищать Себя От Ядовитого Поцелуя Знаю Макалум Выпил Защитное Снадобье Когда Пришел Убить Меня Я Сделал Противоядие Более Эффективным За Этими Тоннелями Тебя Ждет Последнее Испытание Я С самого Начала Знал Что Ты Справишься С ним О Мой Защитник Бляху Кассерина Заканчивается А он еще Болтает Болтает Приведут Меня Эти Темные Тоннели Дитя Мое Там Решатся Твоя Судьба И Судьба Всей Страны Скоро Кошмар Придет В этот Мир Чтобы Сокрушить Нас И Научить Смирению Ты Наша Последняя Надежда Значит Так Все Закончится Значит Все Закончится Когда Я Убью Это Существо Да Угроза Развеется Словно Дым Когда Ты Очистишь Ее Источник И Что Потом Что Останет Со Мной Мне Это Не Ведом Я Не Бог Ты Залк Сне Своей Судьбы Ты Ж Наша Защитник Не Твой Защитник Из-за Твоих Интриг Погиб Я Пытался Смол Цей Им Учителем Твоим Защитником Я Никогда Не Буду Скоро Ты Поймешь Что Иногда Без Жертв Не Обойтись Дети Нередко Затаивают Обидно На Своих Отца И Мать Смелее Дети Мое Короче Пойдем мы дальше уже в следующей серии потому что уже переваривает за час Я не знаю может при монтаже будет поменьше вам но у меня уже выходит час Так что давайте заканчивать я благодарю всех кто посмотрел не забудьте поддержать лайком и подпиской и всем удачи и до скорой встречи До скорой встречи До скорой встречи До скорой встречи Продолжение следует...